так всем привет дорогие друзья мы начинаем стрим так интересно что что по звуку мне кажется так тише немного стрим сегодняшний посвящен посвящен катание а именно ее колесам итак здесь видно что я я уже выпустил несколько видео с новыми колесами новые диски новые новая резина но за звуком до проблемки было погромче так понимаю сейчас попробую это решить на ходу фильтры усиления так наверно лучше будет да или нет все же ладно думаю должно быть слышно нормально итак вот новые колеса как на которых я уже покатал немного но единственный вопрос который мне возникал размер самого самой резины выглядит слишком маленький да я решил поискать на сайте нету ли колес побольше чтобы были как оригинальный размер и оказалось что есть просто надо было поискать нормально не знаю почему там никто все берут маленькие я не могу понять того если уберете маленькие колеса колеса значит вас получается клиренс идет меньше хотя бы на немного но его можно увеличить и вот я заказал это у нас гудеры получаются вот кому интересно номерок их не я надеюсь что мне слышно хорошо и сейчас наша цель взять распаковать проверить установить этим мы займемся на протяжении всего стрима он будет не особо здоровым постараюсь не растягивать а именно чтоб все было по делу так мишина сразу за за трансмиссии за аппаратурой сходить чтобы не растягивать действительно две секундочки я сейчас буду реально извиняюсь надо бы сразу подумать об этом по тому же как по-любому придется включать я буду не смогу я не проехаться и не включить ее так аппаратура есть так я уже распаковал одну вот что я могу сказать вам качество очень крутое действительно очень мягкая резина вопрос здесь видно что она идет как бы разная типа не зеркаленная с одной стороны один рисунок другой рисунок возможно так меня понимаю в чем проблемка скорее всего мне микрофон не тот или малой мне накладывал здесь сейчас попробуем сделать погромче да сделал погромче сделал чересчур громко сейчас должно быть нормально так или все же перебор раз-два раз-два сейчас вроде нормально и вот какой стороной ставить пока миссия не догадался или так можно поставить вот так или вот так будет включать логический подход почему-то мне кажется что правильно вот так как именно ну это не точно ладно откручиваем колеса так установить камеру чтобы я потом смог вырезать под видео сорян ребята чтобы машинку было видно и руки так приятный бонус здесь наклеечки есть которые можно мелкие то и можно все обклеить все ваши мелкие машинки так вот идеально тут под диаметр единичку так много барахла лишнего на столе таки придется мне еще раз стать потому что в последних покатушек я не достал ключик сорян сейчас мы это все исправим а хелло хелло май френд так мы сейчас берем ключик и пробуем и меняем колесо new wheels for katana this is wheels tires sorry small little i find little better так я беру еще наш ключик да ключик нашелся все супер сейчас откручиваем быстро меняем смотрим как это все будет выглядеть так смотрим где это наш так держим что еще из прикольного дали нашивку опять как всегда так и еще что дали и ручка мелочь но приятно так смотрим опять я получается снимаю руки ну что поделать я думаю нам стоит сначала открутить все там ясно что это все по вырезаю мне равно чтобы все в кадр попадала чтобы я мог потом повырезать под видео так но я так вижу что она и толще по идее получается я так на столе лежит но и размера большего так где наша шайбочка есть наша шайбочка нам главное самое не потерять ничего не потерять так снимаем полностью все колеса перебортируем их тогда приступим к замене именно полностью заменим я думаю я думаю мы оставим с одной стороны чтобы было наглядно видно разницу так и сделаем пока все эти подложим сюда чтобы было и так будет наглядней так здесь у нас не вы не вышел хекс легко без проблем вырез это супер так ставим его на обратно чтобы не потерялся все теперь по-быстрому меняем саму резину так нам надо твердка и нищечка берем нашу дрельку так опять твердка рюкзаке растягивать вернее не растягивать не получается у меня сорян но приходится придется значит помонтировать неплохо так отвертку и не наблюдая что мне естественно не нравится ладно вручную сделаем не проблема в принципе не так уж и много крутить хотя ради интереса таки поискать отвертку потому как будет не прикольно если она потеряется потерялась смысле я вижу ее на столе то есть слепенький так берем нашу вручную это как ни крути это будет дольше так мне в принципе эти колеса нравится но если есть больший вариант больше больше размерчик резины почему бы не попробовать так есть такое дело самое главное латунь все это маленькое колесико не знаю наверное я буду брать еще одну катану посмотрим новую это которая вышла вот когда мы будем ставить на нее маленькие эти колеса резину так есть такое дело сняли вытащили отлично так возможно спешить не стоило но я думаю что все должно быть хорошо так у нас есть наше все безобразие здесь так вставляем наш диск колесо да по размерчику все четко так только определяемся какой стороной какой стороной будем ставить колесо так или так но если бы грибло я бы ставил думаю вот так что я думаю это на скорость это особо не повлияет так это есть есть тоже сейчас будет постараемся попасть да будет такое немножко примятая но не страшно выравниваем ёлкой вперед вот типа вот так вот вот диск вот так вот так вот так вот так Так, надо сейчас первые два отверточкой вручную посадить туда. Так, начинается, размагнитилась, видать, утверточка моя. Аккуратно, надо с двух сторон заходить. Зачастал написал и пропал. Так. Один есть. Да я понимаю, как правильно, чисто по фэншую. Тот, кто делал протектор, явно шарит лучше, чем я. Поэтому я хочу им довериться. Так, вот что у нас получается, плюс-минус. Вот такая у нас будет резинка. Вроде все нормально здесь с этих сторон. Можно продолжать закручивать остальные. А то есть я правильно сделал. Вот колесо и вот наша елка. Я просто не шарю в этом. Мне кажется, тоже так правильно, как я сделал. Но я бы тоже сделал наоборот. Потому бы выгребала бы лучше. Но сделаем так, как производитель хочет. Так. Потому что у меня размагнитились отвертки. Такая проблема. Напрягать сейчас будет. Ядрен батон. Хорошо, что я локтайта сюда не навалил. А то бы сейчас. Так. А тут у меня проблемка, мне кажется. Чего так, что она слишком аж. Я лучше ручками докручу, дабы не было сюрпризов. Но по размерчику явно интересно. Чем интереснее, чем было. Ну, имею ввиду с этой резиной. Это размер примерно как оригинальное колесо. То, что здесь сам диск первого единичка. Короче. Я вижу, что диск тоньше, чем колесо. Надо так аккуратно все стянуть. Чтобы нам не повылазило потом. Так. Ну, вроде первый есть. Так. Еще остался один. Тогда мы сможем сравнивать. Да-да. Диски выделяются. Ну, самая красота этого диска – это кольцо. Остальное – это такое. Все, зачем это все делается – это из-за этого кольца. Так. Елка вперед. Значит, диск нас идет сюда. Закручиваем. Тем временем, наверное, надо было магнитик найти и подмагнитить отвертку. Да, магнит есть, слава богу, под рукой. Так что мы сейчас по-быстрому это организуем. Хотя бы, хотя бы вот эту. Так. Честно говоря, особо какая-то разница по-любому есть. Ну. Но она не настолько прямо видна. Поскольку у меня там всякие еще приблуды сверху. Как-никак там немного крадется этот центр тяжести. Но в целом машинка едет, мне кажется, интересней. Ну, вид у нее совсем другой меняется из-за колес. Так. Хотя бы так вот понемножку, она уже меняется, уже сразу начинает работать отвертка. Шурупы не теряются. Блин. Теряются, но не так. Что вам колеса интересные? Ну, не дешевое удовольствие получается. Если еще брать вот так, как я взял. Сначала одни, потом другие. Короче, я вам скажу так. Здесь дело не в шурупах. Ой, не в отвертке. Здесь дело в шурупах. При этом металл такой, что он не магнитится нифига. Прям как китайский. Ехало все именно с оригинального сайта. Не совсем так уж и быстро, но и не супер долго. Если бы не наша почта, было бы это все интереснее намного. И только с Тиева 7 дней, короче, шло. И то звонят, прийди забери. Приходишь, говорят типа посылки нету. Ну, короче. Это такое уже. Это наша почта так работает. Но в целом, реально заказывать можно. Доставка там, конечно, стоит. Не супер дорого, но и, скажем так, не бюджетно. Но, по сути, как особо здесь обновлять нечего. Так, в этой катании. Только колеса. Так что обновляем только колеса. Ну, пока что. Там это Xeala 24 есть какие-то, скорее всего. Детальки подходят. Но это уже будет попозже. Интересно вот эту вторую катану серую потрогать. Скорее всего, мы ее и потрогаем. Только надо будет дождаться. Ну вот, второй диск готов. Конечно, на видео это все будет прям бегом. Но на данный момент моему шумаему. Так. Есть такое дело. Подкручиваем. Есть такое дело. Подкручиваем. Так. Здесь тоже не давайте докрутим до конца. Потому что, если не докрутишь до конца, она может выскочить. Надо на шуруповерт еще купить вот эту насадочку такую. Так. Сейчас мы дотянем это по-нормальному. Две руки. Возьмем колесо. Диск. Да. Есть такое дело. Да. Выглядит, мне кажется, интересней. Но в каждом есть свой прикол. Меньший диск тоже интересней. Вернее, меньшее колесо. Меньшего размера. Тоже интересно смотрится. Наверное, потому что она просто из металла. Колесо на велике потерялось. Малый катался. Стрюбах колеса нету. Пришлось искать, но нашел. Все нашел. Все хорошо. Колесо прикрутим. Велик не пострадал. Вот. Вот это уже получается наш размерчик. Теперь мы можем сравнить. Вот что у нас есть. Это то, что я обновил сейчас. И вот как было. Маленькие колеса. И вот побольше. Вот так-то. Интересней выглядит намного. Если придираться. Да. Здесь маленькие колеса. С колесами. Центр тяжести будет ниже. Как ни крути. Но это уже такое. Копейки. А клиренс как-никак здесь не огромный. Здесь надо бороться за каждый миллиметр. То есть я довольный. Резина реально. Вот эта мягкая. Которая сейчас откручиваю. А та, которую я купил. Она еще мягче. Именно реально. Просто идеальная. Такое это все. Мелочевка. На этой машине особо заметно не будет. Я думаю. Но с виду. Так точно побольше смотрится. Диски покупал на E-mine. Резину покупал на RC4WD. Ну возможно диски есть тоже на RC4WD. Я не помню. Мне кажется первые диски вот эти я тоже брал на E-mine. Ой. Резину. Так. Здесь открутили, здесь откручиваем. Как ни крути, крутая эта тачка. Как для первой моей RC, это просто было офигенным выбором. Копийная, что мне нравится. Без всякого этого Александра. Плюс с Китая можно заказать, ну короче круто, круто все. Настолько рад, что наверно буду брать вторую версию. Плюс для видосов интересно, плюс в чем там разница. Наверно таки психаную и закажу. Открываем вторую пачку колес. Посмотрите, она прям к рукам липнет, эта резинка. Крутая короче, крутая. И опять же наклейки бонусом к ручке. Кстати, там какая-то резина у Endora появилась. Ну не помню, не знаю как насчет резины, но точно диски появились. К 24 аксиалу, это по сути одно и то же. 24 масштаб, тоже та же самая резина, как здесь по идее. Ну сто процентов, там просто на аксиале большое колесо. Так, смотрим ёлку. Вот так вот. Чтобы уже одинаково все было. Уже не соль, как там правильно, неправильно. Главное, чтобы было одинаково. Ну этого заметно точно не будет. На видео так точно, но чисто для себя. Додвигаем сюда. Единственный нюанс, главное, чтобы плюс-минус ровно скрутилось. Чтобы не вылезло ничего нигде. Так у меня первый раз получилось. Так, мне надо следить, чтобы все в кадр попадало. Чтобы потом под видосик запилить. Так, вижу перекрутилось. Беда. Так. Сейчас попробуем подправить. Какое-то надо шурупом делать. Так, вроде ничего не смертельно. Нет, надо идти выкрутить, по-нормальному закрутить. Чтобы потом в полевых условиях не пришлось этим всем заниматься. Лучше подровнять сразу здесь. Так. Немножко выкрутим. Так. Зараза. Петрушка. Так. Здесь такое дело. Здесь что? Здесь есть. Опять проблема. Раскручиваем. Раскручиваем. Раскручиваем и промьем лучше руками еще раз. Поправим все. Так. По новой заставим. Прижмем. Так вот скрутим. Для этого есть приблудно, но я не уверен для такого размера, если есть она. Скорее всего там только под большие диски. Так. Вроде ничего. Здесь вроде ничего. Все. Продолжаем. Крутим. Тут как бы немного крутить, но все равно приходится. Так. Я все у меня, все-все с краю получается. Нет. Аэрс looks good. Very, very soft. Very, very soft. Подходят диски и колеса от Axial 24-го масштаба. Просто на Axial 24-ом там идет колеса здоровые. Колеса от 18-го масштаба. Если посмотришь, там маленькая машинка с здоровыми колесами. И вот они подходят. Вот дюймовый диск это от этого Axial 24-го. То есть подходит туда и туда. Я говорю, что именно этого диска нету. Там такого у Anjore. У Anjore есть какие-то подобные алюминиевые диски. Но суть этого диска, что он с латунным кольцом идет. А этот только есть на этом SSD. Фирма. Ну я понял, это не особо здоровая фирма, но занимается дисками. У него даже своего магазина нету. Оно распространяет только сайт есть. И указано, где они продаются. В каких магазинах. Все. Вот так вот смотрится. Еще осталось одно. Так, вёлка туда, диск сюда. Хорошо. Здесь попасть бы сразу правильно. Прижать и вкрутить. Я типа думал, здесь диск 1.9 и 2.2. Я думал, что резина так же самая. Ну все. А тут еще высота резины везде разная. Здесь диск единичка. Но высота резины отличается. Вот как мы видим на нашем примере сейчас. Я себе задние мысли и заказал. Ну не поставил какая-то высота резины. Заказал да и заказал. Потом приходит, а стрю, опа, какое-то очень маленькое. Мне стало интересно, а есть ли побольше. Захожу, беру линейку. Сажусь на сайт и стрю. Есть размеры. Приложил. И нашел. Это практически как заводское. Колесо идет по размеру. Может там на миллиметр меньше. Или на пол. Разницы нет. Оно не больше, оно как заводское. У меня там есть заводские. Сейчас мы проверим это все. Приложим, посмотрим. Единственное, что я вижу, возможно немного толще. Потому так и утапливается в самой резине. Еще раз говорю. Прикол этого диска это латунное кольцо. Да, там просто у Axial здоровые колеса идут. Плюс у Axial, если взять и сравнить с другими 24 модельками, они будут проигрывать из-за того, что у Axial здоровое колесо. Из-за этого больше клиренс. И чтобы больше колесо было, там меньше и свесы. Там сразу, короче, бампер и сразу идет колесо здоровое. Тем он и хорош, что Axial, что здоровый диск. Ну, здоровое колесо. Проходимость клевая. Ну, все больше, клиренс больше, все больше. Так, все, наше второе колесо. Смотрим размер. Вот оригинальные диски. Если вот так вот положить на руку. Они или одинаковые, или то, что я купил. Вот это немного, немного меньше. Да, видишь, здесь тоже идет елка. Диск. То есть мы правильно все сделали. Так. Смотрим. Попали. Что здесь еще можно обновить на этой катании? Так это амортизаторы. Но я так понимаю, что толку с этого нет никакого. Я вот обновил. Потом снял. Поставил старый заводский. У заводских офигенно подогнана пружина. Можно взять разве что новые амортизаторы. Но использовать старую пружину заводскую. Амортизаторы. Этот вариант типа да. Возможно. Я так и думал делать. Но насколько это стоит того, я не уверен. Плюс диски тут, ну, амортизаторы, нифига не дешевые, скажем так. Так. Вроде закрутил. Очень мягкие. Плюс, считайте, маленький диск. Дюймовое колесо побольше будет. Очень мягко получается. Так. Я говорил когда-то еще с самого начала, как только делал первый стрим по катанию, что будем обновлять. Но я не был уверен, что так и реально решусь. Но, как видите, я настолько crazy, что заказал эти диски. Еще если будете брать, будьте внимательны. Там цена пишет за две штуки. Чтоб не заказали две. Не ждали там две, три, четыре недели. Приезжает, а у вас там только два колеса. Так. Вот что у нас получилось. Результат какой у нас. Видно. Это удивительно. Я думаю. Вот это минус. Видно. 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 Я эти сниму и поставлю на нее. Закажу, наверное, диски и установлю на эту же A5. Можно так вот прям бодяжить. С вулканизации приехал дядя. Ладно, убираем в сторону. Смотрим, врубим, подключено, поскольку малый катал. Выглядит прикольно, мне нравится. Размер уже такой, взрослый колеса, не тот детский, который был. На эту коробку мы вряд ли заедем, но если мы сделаем вот так, упрем что-то, подставим маленькие колесики, шанс у нас появляется. В целом выглядит интересно. Лично мне эта катанка очень симпатично смотрится. Ну видите, как бы тут такое. Не стоит рассчитывать, что она прям будет вкопанная. переворачивается, как ни крути она будет. Но с меньшей долей вероятности, скажем так. Что-то уже поломали, да? Нет? Едет чертовка злая. Коробку перевернула и поехала дальше. Могет. Могет. Нравится мне. Крутая тачка. Крутая тачка. Крутая тачка. Крутая тачка. Крутая тачка. Вот такие вот пироги, ребята. Мне нравится, я довольный. Так что, если кто задумался реально обновлять колеса, по дискам, под видео будет, по колесам, по самой резине имею ввиду, вот, будет, здесь и будет под видео в описании. Также я добавлю вот эти диски, но смотрите сами, что кому нравится больше, вот тут, если так приложить, тут сразу даже видно, насколько они меньше, да и по видео там видно. У них все мелкие, не плохие, они крутые, но был бы у них размерчик побольше, вот как у этих, было бы офигенно. А так, есть что есть. Попробовали это, есть видео, там еще много кусков будет того видео, там оно большое, я успел покатать немного. И вот с этим уже следующее видео будет на этих колесах. На этом ребятки все, стрим не буду затягивать, чтобы не было там два часа одни колеса. Всем спасибо кто был, следующий стрим будет завтра-послезавтра, будем видеть по возможности, по настроению. Но работы есть много, будем крутить. Спасибо всем кто был, спасибо нашему модератору Вячеславу, который всегда с нами, из-за этого не так скучно. И есть ради кого стримить, скажем так. Все ребятки, всем удачки, всем пока, до скорых встреч. До свидания. 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 Продолжение следует...